Итак, мы с вами остановились на том, что из уравнения Медилеева-Клаперона вывели, собственно, уравнение Клаперона или объединенный газовый закон. И сейчас при помощи этого закона будем определять другие закономерности, характерные для изопроцесса. Итак, какие же мы знаем изопроцессы? Ну, во-первых, это изотермический процесс, процесс, про походящий при постоянной температуре. И если мы напишем как раз-то уравнение Медилеева-Клаперона, ПВ деленное на Т равно константа, то как раз-то здесь видим, что при неизменной температуре произведение П умноженное на В тоже будет величиной постоянной. И вот эта ПВ равно константа называется законом боли Мариотта, и она описывает состояние идеального газа в изотермическом процессе. Теперь обратимся к графикам. В этих графиках мы видим, что в ПВ-координатах изотермы представляют собой гиперболы. Причем, чем выше находится изотерма, тем большей температуре она соответствует. Здесь, собственно говоря, это рисунком продемонстрировано Т2 больше, чем у Т1. Что касается других графиков, в ВТ-координатах и ПТ-координатах, в общем-то здесь прорисовать две изотермы не представляется сложно. То есть в данном случае изотермы будут представлять собой прямые линии. Единственное, что здесь прямая линия в некотором диапазоне объемов, как вы видите, здесь она прорисована штриховыми линиями. Почему? Ну потому что здесь, в общем-то, объем стремится к нулю. Это очень маленький объем. И, в общем-то, какой в этом физический смысл и является ли наш газ идеальным в этом случае. Ну, сами понимаете, в данном случае мы говорим, что газ является идеальным, если размер молекулы пренебрежима мал при сравнении с объемами сосуда. А тут сам по себе еще объем сосуда стремится к нулю. Соответственно, здесь еще и про давление. Здесь давление тоже стремится к нулю. Тоже явно наш газ не является идеальным. С точки зрения математики можно было нарисовать изотермы непосредственно, начиная с нуля, вот так. Но мы этого не делаем, потому что здесь есть еще и физический смысл. Следующий процесс, который мы будем с вами рассматривать, это процесс изобарный. Изобарный называется процесс, протекающий при постоянном объеме. И если мы с вами опять будем возвращаться к уравнению клапиерона, то есть в данном случае у нас будет одинаковое давление, то в данном случае мы приходим к выводу, что отношение объема к температуре есть величина постоянная. И вот это V на T равно константа называется законом Гей-Люсака. Закон Гей-Люсака описывает состояние идеального газа при изобарном процессе. Что же из себя представляют изобары? Смотрим. В Т-координатах изобары выходят из начала координат. И опять же, они начинаются не непосредственно от нуля, а с некоторого параметра, потому что здесь газ не является идеальным, то, о чем мы с вами обсуждали раньше. Более того, чем ниже находится изобара, тем большему давлению она соответствует. Ну, во всех остальных координатах, в ПТ-координатах, в ПВ-координатах, изображение изобар, как вы видите, не представляет собой никаких сложностей. Это просто-напросто прямые линии. И третий процесс, который мы с вами рассматриваем в этом случае, это процесс изохорный. Изохорным называется процесс, протекающий при постоянном объеме. И опять же, если мы обращаемся к уравнению Клаперона, то если объем постоянный, то отношение давления к температуре есть также в величинах. Постоянное, то есть П деленное на Т равно константа. Вот это уравнение носит название закона Шарля. Закон Шарля описывает состояние идеального газа в изохорном процессе. Далее мы с вами поговорим о том, что такое число степеней свободы для молекул. Числом степеней свободы называется число независимых координат, при помощи которых можно описать движение точки пространства. И что же мы здесь видим? В общем-то, если говорить о число степеней свободы, то если мы представим собой трехмерное пространство Х, У и З, то если молекула является одноатомной, в первом случае вот синенькая молекула, то есть какие газы являются одноатомными? Это весь ряд инертных газов, начиная с гелия. Гелия, аргон, криптон, ксенон и так далее. Здесь имеет смысл три поступательные степени свободы. И здесь в этом случае мы говорим о том, что одноатомные газы имеют три степени свободы. Если молекула имеет два атома, то в этом случае молекула может двигаться относительно этих трех осей Х, У и З поступательно. Ну и, соответственно, она еще может вращаться. Но одна из степеней свободы вращательных просто не имеет смысла. Поэтому для двухатомной молекул количество степеней свободы складывается из трех поступательных степеней свободы и двух вращательных степеней свободы. Итого пять степеней свободы имеет двухатомная молекула. Если газ имеет три атома и более, то в этом случае можно говорить, что количество степеней свободы такой молекулы может складываться из трех поступательных степеней свободы и трех вращательных степеней свободы. Итого у нас получается шесть степеней свободы для трех атомной молекулы. Еще раз повторяю. Для одноатомной молекулы число степеней свободы равно трех, для двухатомной число степеней свободы равно пяти, для трех и более атомной молекулы число степеней свободы будет равно 6. И из этого вытекает такая гипотеза, она называется эргодическая гипотеза, там, где говорится, что на каждую степень свободы отдельно взятой молекулой приходится энергия равна КТ пополам, или как здесь нарисована И, одна вторая умноженная на КТ. Но если мы берем какую-то некоторую массу газа, в которой имеется какое-то большое количество молекул, то энергия вот всего этого количества молекул будет определяться вот по такой формуле И пополам М на мю РТ. И эта энергия будет называться внутренней энергией идеального газа. И пополам М на мю РТ. Внутренняя энергия идеального газа состоит из кинетической энергии, хаотического теплового движения молекул и потенциальной энергии взаимодействия молекул. Но дело в том, что для идеального газа потенциальная энергия взаимодействия молекул, как вы понимаете, равно нулю. То есть для идеальных газов мы говорим исключительно о кинетической энергии теплового хаотического движения молекул. Это во-первых. И во-вторых. Внутренняя энергия, как функция состояния системы, не включает в себе понятие энергии во внешних полях. Итак, мы с вами прерываемся для того, чтобы перейти на следующую тему, которая будет звучать как распределение молекул, распределение Максвелла по скоростям. Эту тему мы с вами обсудим в следующий наш отрезок. Не прощаюсь, жду вас несколько позже.